Надежда Макарова – грибник со стажем. Будучи еще ребенком, она начала увлекаться этим занятием. В то время не было интернета и изучать сорта грибов приходилось по книгам. Она знает массу рецептов приготовления грибов, но самое главное – хорошо разбирается в том, когда, где и как собирать их. В нашем регионе очень тоже много съедобных хороших грибов. Подберезовики, подосиновики, белые, опята, летние, осенние. И грузди встречаются. Конечно, нужно знать места. И желательно грибы собирать подальше от проезжей части. И сомнительного вида грибы, если вы сомневаетесь, я считаю, не нужно их брать, потому что от этого бывают очень тяжелые последствия. Когда сезон грибов? Сезон грибов – как вот длительные дожди и потом теплая погода, где-то в июле. Зная все эти правила и имея большой опыт, сбор грибов будет приносить только удовольствие. Однако некоторые люди считают себя грибниками, совершенно не разбираясь в этом деле, что приводит к печальным последствиям. Легко попасть в больницу с отравлением. Грибы, как фильтры леса, впитывают в себя выхлопные газы, поэтому нельзя собирать их вблизи дороги, а только в чистых лесах. Но также можно и съедобными грибами отравиться при плохой обработке. То есть от ботулизма у нас никто не застрахован. Хоть это и анаэроп, то есть в бескислородной среде он живет, но так как грибы, они растут близко к земле, в их вот этих вот порах, которые под шапкой, под шапочкой идут, может концентрироваться ботулизм. Ботулизм – это острое пищевое отравление, вызванное ботулотоксином, сильнейшим органическим ядом. Обезопасить себя от него можно только тщательной обработкой грибов, промыванием, варкой и добавлением уксуса. Если вы решили засолить грибы в банке, то когда будете открывать ее, внимательно посмотрите. Запах прогорклого масла – главная опасность. Значит, в банке развился ботулотоксин. Так что, если вы еще только начинающий грибник, присоединяйтесь к опытным специалистам этого дела. И, как говорится, удачной охоты.